Согласно прогнозам ученых, динозавры исчезли с лица Земли около 66 миллионов лет назад. Но вдруг они ошиблись и исчезла лишь большая часть. Давайте разбираться. В этом выпуске вы увидите живых динозавров, снятых на камеру. Ну а начнем мы вот с такой любопытной записи, на которой, если верить комментариям автора, был запечатлен настоящий велоцираптор. Видео было снято в 2023 году камерой ночного наблюдения, установленной на одной из дорог недалеко от леса. Люди, которые включили эту камеру, даже не рассчитывали заснять нечто настолько удивительное. В их планы входила запись редких видов животных. И вы знаете, в каком-то смысле они получили именно то, чего хотели. Велоцираптор, или кто-то очень на него похожий, показался объективу всего на несколько секунд и пропал без вести. Никаких других доказательств, кроме записи, у людей не было. Из любопытных новостей, это видео множество раз проверялось на предмет фальсификации и успешно прошло все возможные проверки. И что тогда получается? Велоцирапторы и, возможно, какие-то прочие доисторические создания все еще живы? Но почему мы раньше их не замечали? Как им удавалось или удается от нас прятаться? Увы, но на эти вопросы никто из ученых пока не в силах дать ответ. В любом случае, предлагаю разобраться, кто это вообще такие, эти велоцирапторы. Может, они и не так страшны? По фильмам вроде «Парка Юрского периода» можно подумать, что это крайне ловкие и быстрые создания, стайные хищники, которые весят порядка 200 килограммов. Кроме того, они отличаются высоким интеллектом и безумно прочной броней. В жизни же, к счастью, это было совсем не так. И я говорю не о велоцирапторе, который попал в объектив камеры в 2023 году, и о про тех самых динозавров, которые жили в прошлом. Согласно данным, полученным в ходе изучения их останков, то были совсем небольшие ящеры, достигающие не более 70 сантиметров в высоту и весящие порядка 15-20 килограммов. Подобно большинству тераподов, велоцираптор обладал четырьмя пальцами на задних конечностях, из которых один был недоразвит и не участвовал в ходьбе. Да, на втором пальце был довольно мощный коготь, но, согласно анализам, даже он не использовался велоцираптором в качестве оружия. Скорее всего, это было нечто вроде крюка, с помощью которого наш древний гость цеплялся за свою жертву и удерживал ее. В плане интеллекта все тоже было куда более скудно, чем нам демонстрировали в кинокартине. Ну и последнее, самое значительное отличие, о котором почему-то все молчат. Велоцирапторы были покрыты не какой-то там сверхпрочной броней, а обыкновенными перьями. Вместе с теплокровностью, присущей этим существам, такой покров обеспечивал пушистых динозавриков уникальной для своего времени способностью не зависеть от температуры окружающей среды. Именно поэтому наши боевые петухи носились по полям и по лесам круглые сутки. Учитывая все это, скорее всего, на нашем видео был не велоцираптор. Либо это другой, такой же загадочный динозавр, либо это все же хорошо смонтированный фейк, который смог пройти все проверки. А вот на следующем видео создание уже куда больше похоже на велоцираптора. Да, определить, чем оно защищено, перьями или кожей, все еще нереально, но размеры уже гораздо ближе к настоящим. Этот динозавр, кстати, пробежал не в лесу и даже не в какой-то заброшенной местности, а прямо во дворе жительницы Соединенных Штатов. Просто представьте лицо хозяйки. Она смотрит на кадры и видит вот это. Неудивительно, что девушка тут же побежала к специалистам и начала умолять тех взглянуть на эти кадры. И ведь безумной хозяйку дома явно не назовешь. Она и правда стала свидетельницей чего-то особенно странного. Кадры выглядят реалистично и даже более того, другие жители Флориды также говорили о странном небольшом создании, прячущемся в кустах той ночью. Кто именно это был, увы, мы так и не узнаем. Но что-то мне подсказывает, это реально мог быть доживший до наших дней динозавр. Как ни крути, современных существ с похожим строением тела наука пока не знает. Игрок в гольф. Нет, мы не меняли тему выпуска. Такими короткими словами я хотел описать вот этого огромного монстра, которого засняли прямо на поле для гольфа в 2018 году. Дело снова было во Флориде, и все, кто находился там в тот момент, сразу же потеряли дар речи. И правда, как еще люди должны были отреагировать на встречу с таким гигантом. На первый взгляд, этот крокодил был гораздо больше всех современных. Те же грибнистые крокодилы, считающиеся самыми крупными в наше время, вырастают примерно до 5-6 метров в длину и весят до тонны. Этот монстр, поправьте меня, если я не прав, был явно крупнее. Он определенно весил за тонну, может даже по две. Да и в длину это чудовище, как мне кажется, превышало 6 метров. Увы, никаких комментариев по поводу этой ситуации в сеть не выложили, поэтому нам с вами придется ограничиваться собственным мнением. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого гиганта. Мог ли он оказаться настоящим живым ископаемым? Перед нами фейк или, быть может, грибнистый крокодил-переросток? Кстати, пока вы пишете, я еще немного расскажу про современных гигантов. Грибнистые крокодилы считаются потенциальными обладателями сильнейшего укуса в мире. Расчетная сила сжатия челюсти и крупного самца грибнистого крокодила массой 1308 килограмм от 27 до 34 тысяч ньютонов, что эквивалентно силе тяжести в 2800-3500 килограммов. Единственные, кто мог бы составить им конкуренцию, это касатки или кашалоты, но это пока не точно. Жалко, что люди не успели протестировать возможности лалонга, самого крупного из грибнистых крокодилов. Легендарное животное ушло на тот свет в 2013 году. При поимке этот крокодил четыре раза разрывал стальные тросы с прочностью на разрыв в 6-12 тонн, а чтобы вытащить лалонга из воды, потребовались усилия примерно сотни человек и целая ночь долгой борьбы. Эта рептилия была настолько суровой и непокорной, что ее неоднократно подозревали в убийстве рыбаков и большого количества крупного скота. Знаете, мне кажется, что я нашел еще одного представителя животного мира, который был бы на такое способен. Это Трицератопс из нашего следующего видео. Да, я знаю, что эти растительноядные динозавры вымерли более 60 миллионов лет назад, но вы просто взгляните на это видео. Древнего монстра легко узнать по его особенной внешности. Большой костный воротник, три рога на морде, крупные толстые конечности и схожие с носорогом телосложения. Перед людьми, которые всеми силами старались сдерживать монстра, был, возможно, один из самых сильных динозавров своего времени. Данный ролик быстро разлетелся по интернету и получил широкую огласку. Все обсуждали эту видеозапись и выдвигали собственные теории о достоверности кадров. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, но как бы мне не хотелось поверить во все это, я почему-то не могу. Мне кажется, что здесь была использована компьютерная графика или какой-нибудь дорогущий костюм, в котором находилось сразу несколько подготовленных человек. Просто я не верю в то, что этот дикий древний монстр не мог освободиться от людей. Ладно, оставим то видео в прошлом и перейдем к новому, но не менее захватывающему. На сей раз действия происходили в штате Орегон. Мужчина услышал странные звуки, доносящиеся со стороны фермы. Интерес взял верх, и человек приехал убедиться во всем лично, но то, что он там увидел, превзошло все его ожидания. Перед беднягой объявился настоящий тираннозавр Рекс. Тот самый древний монстр, которого вы не раз могли видеть в фильмах. Если верить историкам, то он жил от 66 до 70 миллионов лет назад, населял западную часть Северной Америки и был наиболее распространенным из тираннозаврит. Ископаемые останки тираннозавров до сих пор находят в различных геологических формациях, но то, что было заснято на этом видео, превзошло все ожидания. Чудовище выскочило из-за угла и принялось сметать все на своем пути. Лишь чудо помогло автору видео, поскольку тираннозавр решил не трогать его машину и отправился дальше исследовать местность. Согласно комментариям очевидца, В тот день служба безопасности получила массу вызовов с комментариями о динозавре. Соединенные Штаты задействовали все свои силы и сумели его побороть. Увы, но огласку этой истории решили не предавать. Наверное, чтобы лишний раз не наводить паники в обществе. Тем не менее, с телом тираннозавра военные и ученые по-любому работали. Возможно, это положительно скажется на изучении природы и истории в целом. Как ни крути, этот монстр был одним из последних нептичьих динозавров, существовавших перед катаклизмом, положившим конец мезозойской эре. А если эти кадры и вовсе настоящие, то получится, что динозавры не вымерли, а прятались до сих пор в каком-то укромном месте. Ну и раз уж мы посмотрели на Терекса, то почему бы нам не вспомнить то, каким он был в прошлом? Несмотря на устрашающие размеры, этот здоровяк вряд ли мог разгоняться более чем до 30 километров. Для справки, даже подготовленный человек мог бы от него убежать. Но хоть скоростью наш гость и не вышел, у него в арсенале были другие полезные особенности. И облегченный скелет, первый в их числе. Тело тираннозавра Рекса при длине в 13 метров весило примерно 8-9 тонн. Другая особенность нашего гостя заключалась в его удивительном обонянии. У целого семейства, к которому относился тираннозавр, был самый лучший нюх за всю историю Мезозоя. Это косвенно подтверждают крупные обонятельные луковицы. Развитое обоняние позволяло нашему герою не гнаться за раненной добычей, а валияжно преследовать ее по кровавому следу. Это, кстати, противоречит нашему ролику, на котором человек спокойно спрятался от монстра под машиной. Если бы то видео оказалось настоящим, тираннозавр бы определенно опрокинул авто и слопал наглеца с камерой. Паразауролофы Так называется род вымерших динозавров, представителя которых недавно засняли на этом видео. Да, я понимаю, что только что сказал несочетаемые вещи, но это правда. Сам род считается вымершим, спросите любого знакомого ученого. Однако на этом ролике, снятом в 2022 году, люди держали на руках реального и, самое главное, живого динозаврика. Согласно данным, имеющимся у нас из открытых источников, эти существа были очень крупными, они могли вырастать более 11 метров в длину. Это наводит на мысль, что особь на видео была еще совсем юной. А теперь думаем дальше. Если она еще юная, значит родилась тоже совсем недавно. Если это и правда, то получается, что зачали ее тоже не слишком давно. Выходит, что с большой долей вероятности на Земле все еще ходят родители этого динозавра. Но вот где они прячутся, учитывая их колоссальные размеры, увы, никто не знает. Специалисты на видео предпочли сохранить подробности этой находки в секрете, видимо, чтобы не дарить шанс на успех своим коллегам по цеху. Если данный ролик окажется настоящим, совсем скоро мир перевернется и историю придется переписывать. Как вам кажется, эти кадры могут быть подлинными? Напишите в комментариях. На самом деле, удивительные открытия случаются довольно часто, причем далеко не всегда они происходят на суше. Другой раз древнего монстра удается заснять и под водой на достаточно большой глубине. Видео, которое сейчас перед вами, было снято в мае 2022 года. Группа исследователей запечатлела реального мозазавра Гоффмана. По крайней мере, силуэт этого монстра больше всего похож именно на него. Знаете, если находки на суше еще вызывают сомнения, то вот монстры, скрывающиеся под водой, лично для меня не кажутся невозможными. Как ни крути, мы даже близко не изучили мировой океан. Впереди нас ждет еще масса открытий. И что, если живые динозавры, скрывающиеся где-то на дне? Одно из таких. Мозазавр Гоффмана – один из самых поздних представителей семейства мозазавров, который, как считают ученые, уже давно вымер. Для своего времени он был одним из самых продвинутых представителей семейства, из-за чего многие его анатомические особенности были нетипичными и сильно выделяли его на фоне других мозазавров. О точных габаритах этого существа тоже нельзя поговорить. Одна лишь его челюсть, найденная в России, была свыше полутора метров в длину. По оценкам специалистов, мозазавр Гоффмана мог вырастать от 13 до 17 метров и весить при этом до 27 тонн. О том, на что способен столь величественный хищник, и подумать страшно, особенно если он живет в наше время. Прогулка. Именно ею занимался мужчина из следующего видео, как вдруг он повстречал настоящего Барионикса, представителя рода хищных динозавров Нижнего Мелового периода. Этот хищник населял территорию Европы, обладал узкой мордой, небольшим черепом и, как считают специалисты, был плохо адаптирован к окружающей среде. Крупная добыча была для него недосягаема. Хотя, с другой стороны, кто сказал, что Барионикса это не устраивало? У него было довольно много зубов, и все они имели ряд зазубрин. Это указывает на его частичную рыбоядность и приверженность охотиться на мелких наземных животных. Барионикс обладал огромными серповидными когтями на передних конечностях. Самый крупный из них был более 30 сантиметров в длину. Очевидно, что если наше видео было настоящим, в битве с этим монстром у человека не было бы шансов. И ему очень повезло, что в последний момент чудовище развернулось. А эти кадры были сняты в штате Пенсильвания. Люди стояли в пробке, за окном был густой туман. Обстановка выглядела жутко скучной и сонной, но вдруг, как по щелчку пальцев, все изменилось. Пара автомобилей осветили реальных галимимусов, бегущих против движения. Всеядных динозавров было как минимум несколько штук. Увы, догнать, и уж тем более снять их в более удачном ракурсе, ни у кого не вышло. Однако этих кадров, как по мне, уже достаточно для того, чтобы озадачить ученых. По крайней мере, выглядит все очень реалистично. Догонялки. В понимании многих так называют старую, но веселую игру. Однако то, что происходит на видео, характеризует ее совершенно иначе во всех смыслах слова. На ролике видно маленькую девочку, плачущую и убегающую сразу от трех компсогнатов. Эти небольшие динозавры жили более 145 миллионов лет назад, и то, как они здесь оказались, не поддается логике. В этих крошечных организмах, согласно останкам, было 68 острейших зубов, поэтому я бы на месте автора не снимал видео, а поскорее помог девочке остаться целой и невредимой. Компсогнат обладал длинными задними конечностями и еще более длинным хвостом, которые он использовал для балансирования во время движения. По этой причине, как бы хорошо малышка не бегала, ей вряд ли удастся удрать от них на своих двух без применения хитростей. Авария на атомной станции в Чернобыле произошла почти 40 лет назад, но территория заражена радиацией и по сей день. Каких животных и мутантов можно встретить там сегодня? Сейчас расскажу. Некоторое время назад в интернет попал кадр, заснятый неподалеку от взорвавшегося реактора. Автор утверждает, что наткнулся там на тело мертвого существа, которое выросло до аномальных размеров и мутировало. Предположительно, это была какая-то сороконожка, на которую негативно повлияла радиация, а также зараженные местные земли. Неизвестно, правда ли это, я лишь делюсь с вами информацией, но как по мне, подобные создания вполне могут обитать в зоне заражения. Там и не таких существ встретишь. Например, несколько лет назад стало очевидно, что авария на Чернобыльской АЭС изменила облик некоторых привычных для нас животных, включая крупных копытных. На этих кадрах видно животное, которое бежит по зоне отчуждения в районе ЧАЭС. Уже видите, в чем странность? У животного что-то не так с головой. То ли ее вовсе нет, то ли из-за мутаций у животного пропала шея, и теперь его голова растет прямо из туловища. Кстати, не до конца понятно, кто это, лось или олень, но многие сходятся во мнении, что это все же лось. Кому-то такой зверь может показаться неправдоподобным. Скептики могут возразить, что без головы существо прожить не может, но я бы с этим поспорил. Ведь история знает немало животных, которые способны выжить без головы. От куриц и змей до мух и тараканов. Если этот лось подвергся мутациям, как и его родители и более далекие предки из одной популяции, то, возможно, он научился обходиться без головы. Как вариант, все нужные органы переместились в его туловище. То же самое можно сказать и про шею, а точнее, ее отсутствие. Если голова все же на месте, а шеи нет, животное могло привыкнуть к своему аномальному телу. Ведь известно, что природа хорошо адаптируется даже к негативным изменениям. Но есть и другие версии. Согласно одной из них, на камеру попал гибрид оленя и кролика, или же гибрид лошади и коровы. Вторая версия гласит, что это был обычный олень или лось, но с травмой шеи или недоразвитой шеей. В случае с Чернобылем все может быть как угодно. Суперчервь. Если даже по улицам в Чернобыле и Припяти бегают странные существа, то чего нам ждать от эпицентра событий? На каких существ можно наткнуться на самой станции? Сейчас станцию регулярно инспектируют. Там ведутся работы по выводу АЭС на эксплуатации и преобразованию разрушенного в результате аварии четвертого энергоблока в экологически безопасную систему. Но в первые годы все было иначе. Этот кадр, который я нашел в интернете, был предположительно снят в 1990-е годы. Ученые нашли в реакторе вот такое странное, жуткое и огромное существо. Непонятно, кто именно это такой, но по одной из версий это червь-мутант. Он рос внутри здания, словно раковая опухоль, захватывая все больше и больше пространства. Остается надеяться, что его как-то ликвидировали или навсегда запечатали в закрытом месте. Насчет этого мегачервя точной информации нет, зато в чем сомневаться не приходится, так это в чернобыльских самах-мутантах. Они обитают в пруду охладителя ЧАЭС. До аварии местные люди часто ходили на рыбалку и вылавливали рыб из Припяти и прочих водоемов, но после аварии они покинули это место и с рыбалкой было покончено. Однако не навсегда и не полностью. Мы знаем, что в Чернобыль попасть можно. Некоторые смельчаки берут с собой рыболовные снасти и едут сюда с одной целью – выловить легендарного сома. Надо сказать, они очень рискуют. Местные сомы-мутанты достигают огромных размеров. В длину они нередко превосходят даже человеческий рост. Но в чем причина? Почему они такие огромные? Может все дело в радиации? На самом деле нет. Хоть изначально считалось именно так, потом ученые выяснили, что у сомов есть механизм приспособления к экстремальным условиям среды. Это обеспечивает их выживание. У сомов защитная функция – это восстановление ДНК. Таким образом, водоплавающие гиганты – это даже не мутанты. Их так называют просто по привычке. И все же, из-за чего тогда такие размеры? Считается, что все дело в диете. Из-за радиации исчезла хищная рыба, что обеспечило самам большее количество еды. Вдобавок они начали есть водоплавающих и мелких птиц. Усиленный режим питания привел к увеличению размеров. К тому же рыбаков стало меньше. Они ловят меньше потенциальной добычи самов и самих самов. Наконец, многие туристы стремятся обязательно подкормить самов, когда приезжают сюда. Как итог, и без того крупные самы увеличились в размерах еще больше. Говорят, что эти самы могут стать еще крупнее через несколько десятилетий. А еще говорят, что они настолько опасные, что способны утащить рыбака в воду и съесть его. Но это уже байки. Хотя, может, я ошибаюсь? Самые мутанты, пожалуй, самые известные животные в Чернобыле и Припяти. Но куда меньше людей знают о том, что в этих местах недавно завелись новые мутанты. Я говорю про лягушек. Как думаете, в чем проявляется их мутация? Может, у них отросли новые конечности? Или они стали в 10 раз больше своих здоровых собратьев? Или они стали опаснейшими хищниками региона? На самом деле все не так жутко и куда проще. Все дело в окрасе. Финские ученые выяснили, что из-за аварии лягушки, которые раньше были ярко-зелеными, изменили свой окрас на очень темный. Они находили особей, которые были практически полностью черного цвета. По их словам, изменение цвета лягушек было спровоцировано пигментом меланина. Новый окрас в этом случае стал необходимой мерой для выживания. Пигмент уменьшил повреждение ДНК за счет рассеивания и излучения. Такой же эффект ученые ранее наблюдали у местных грибов. Возможно, в будущем в этой местности будут найдены и другие животные нетипичного и странного окраса. Радиоактивная рыба. Не только современные ученые исследуют местную фауну Чернобыля и его окрестностей. Этим начали заниматься чуть ли не сразу после аварии. В заброшенных и оставленных зданиях Чернобыля можно наткнуться на нечто жуткое. Например, на этих кадрах мы видим, как группа туристов зашла в старый дом. Тут полно хлама, ничего интересного. Но на подоконнике стоят стеклянные банки с рыбами. Или не только рыбами. На самом деле трудно определить, что это вообще такое. Лично мне показалось, что в некоторых банках была рыба, но мутировавшая. Словно у нее выросли конечности, которых быть не должно. Но возможно, что это земноводные из водоемов, которых заразила радиация. В любом случае, пусть лучше все это останется в этом месте и запечатанным в банках. А то неизвестно, на что способны эти мутанты. Пусть даже уже бездыханные. С теми рыбами все еще не так однозначно. Может мне вообще показалось, что они мутанты, и я зря на них наговариваю. Но что вы скажете на это? Несколько лет назад в сети появился ролик с этим жутким и странным созданием. Автор видео рассказал, что это поросенок. Животное подверглось радиоактивной мутации, из-за чего сильно отличается от обычных и здоровых поросят. У мутанта даже появилось человеческое лицо. На деформированном лице поросенка можно увидеть ярко выраженный нос, подбородок и глаза, которые тоже напоминают человеческие. Автор видео рассказал, что наткнулся на этого поросенка в окрестностях Чернобыля. Тот был в канализации. Известно, что чернобыльская канализация все еще сильно заражена радиацией. Так что даже не удивительно, что именно там этот мутант появился на свет. Но вот интересно, кто его родил? Жуткая свинья-мутант или обычная свинья? И вообще, кого еще можно найти в канализациях Чернобыля? Мне кажется, там водятся настоящие монстры. Например, такие. Ладно, на самом деле это опять поросенок. И вновь он мутировавший. Правда, в этом случае его нашли не в канализации. Детеныша родила фермерская свинья через какое-то время после аварии на станции. В те времена подобных мутантов было очень много. Нередко рождались создания с перекрученными и искривленными конечностями, дефектами органов и прочими ужасами. После всех этих историй и кадров может показаться, что в Чернобыле обитают исключительно жуткие мутанты, которые могут напасть на человека, заразить его или, как минимум, впечатлить его своими размерами или необычной внешностью. На самом деле, это не так. Тут можно найти и других животных, например, бабочек. Но не простых, а гигантских. Именно на огромную бабочку несколько лет назад наткнулись в Чернобыле. Это был вид под названием голубая ленточница. Вообще, бабочки этого вида достаточно крупные в принципе. Размах их крыльев может достигать 8-9 сантиметров. Но та бабочка, которую нашли в Чернобыле, была еще больше. Размах крыльев у нее был около 11 сантиметров, что сопоставимо с размерами небольшой птицы. Ученые считают, что в организме этого насекомого произошла незначительная мутация, что привело к увеличению размеров. Это удивило ученых. Удивил их и сам факт присутствия ленточницы в зараженной области, поскольку ранее они не наблюдали здесь бабочек этого вида. Возможно, это что-то значит. Например, то, что хоть сезона вокруг Чернобыля заражена, но природа вместе с тем очищается от присутствия большого количества людей, и все больше и больше новых видов животных будут пребывать сюда в будущем. Бабочки – это, конечно, здорово и красиво, но согласитесь, Чернобыль у нас ассоциируется далеко не с такими прекрасными насекомыми, а с чем-то жутким. С чем-то, например, таким. Автор этого видео утверждает, что наткнулся на настоящего чернобыльского монстра, о котором никто не знал. Он стоял возле какого-то дома и оглядывался по сторонам, словно выслеживая своих жертв. Не до конца понятно, что это было за существо, какой-то чернобыльский призрак, радиоактивный мутант или животное, которое преобразовалось из-за чудовищной дозы радиации. В любом случае, главное, что этот монстр не заметил оператора и не напал на него. К слову о монстрах. Считается, что в зараженном районе действительно водится несколько созданий, которые даже ученые не способны объяснить. Одним из них считается чернобыльский демон. Его также называют черной птицей Чернобыля. Демон этот очень скрытный, но пару раз его все же удалось заснять на камеру. Что интересно, это существо не считается радиоактивным или мутировавшим. Судя по всему, оно обитало в зоне Чернобыльской АЭС еще до аварии. И более того, многие верят, что именно этот демон предсказал аварию. Один из ученых, который работал на Чернобыльской АЭС, рассказал, что в дни предшествовавшие трагедии, он видел в небе огромную темную птицу с большими крыльями и огненно-красными глазами. О ней потом вспомнили и другие ученые, а также местные жители. Совпадение ли, что буквально через пару дней после визита черной птицы произошла катастрофа? Но и на этом все не закончилось. После катастрофы, когда люди приступили к ликвидации последствий аварий, они видели, как огромная шестиметровая птица кружит неподалеку от разрушенного реактора. Это увидели и запомнили немногие, ведь все были очень сосредоточены на очень тяжелой и важной работе. Птица давала о себе знать и впоследствии. Она иногда появляется в небе над туристами и сталкерами, которые прибывают в Чернобыль. Несмотря на это, заснять ее на камеру почти невозможно. Птица неуловимая и словно чувствует, когда ее хотят запечатлеть на память. Именно поэтому ученые до сих пор не могут объяснить, кто она такая. Черная птица Чернобыля – настоящая загадка. Все еще непонятно, что именно она собой представляет. То ли это действительно какой-то неизвестный монстр, то ли самая обычная крупная птица, которую многие принимают за здешнего демона, ответственного за все беды. Как по мне, все может быть. Но вернемся к животным, которые всем нам известны. Например, к собакам. Все собаки, которых можно встретить в Чернобыле и Припяти – одичавшие. Это предки домашних питомцев, которых оставили владельцы после аварии и эвакуации. С этим все ясно. Наверное, вы об этом знали. Но знали ли вы, что в Чернобыле немало собак-мутантов? Это даже официально подтвердили ученые. Чего ожидать от них? Как они выглядят? Нападают ли они на всех подряд? На самом деле, нет. Мутация – это не всегда про внешние изменения. Это еще и про внутренние изменения и трансформации. Международный коллектив генетиков провел исследование геномов более трехсот одичавших собак, живущих на территории Чернобыльской зоны отчуждения, и выяснил, что их структура ДНК не похожа на строение генов у других пород собак. Именно поэтому их можно считать мутантами, причем необычными. Что еще интересно, структура генома заметно отличается у разных групп собак. Те, что обитают ближе к самой станции, имеют иной геном, нежели те, что поселились где-то подальше. Еще интересно то, как эти собаки вообще выжили. Ведь прошло уже более 35 лет, и несмотря на это, популяция сохранилась. Животные научились успешно выживать и добывать себе еду в этом районе. Но еда – это еще полбеды. Как им удалось продолжить род? Ведь ученые пришли к выводу, что все собаки скрещиваются внутри одной популяции, то есть происходит кровосмешение. Несмотря на это, щенки рождаются вполне здоровыми и не похожими друг на друга. Это настоящая загадка для ученых, у которых пока есть лишь одно предположение. По их мнению, причина этого феномена в том, что родители щенят имели или имеют разную степень радиоактивного воздействия. Вообще, здоровых животных в Чернобыле и Припяти немало. То, что тут обитают сплошные мутанты – это преувеличение. И скорее, миф. Да, тут действительно встречаются мутанты, животные, зараженные радиацией, и даже странные и необъяснимые существа. Но обычных животных тут в разы больше. Животные смогли приспособиться к местным условиям и добывать себе пищу. Также многие животные чувствуют, что зона постепенно очищается, и поэтому все чаще приходят в эту местность. Мы это увидели на примере той гигантской бабочки. С помощью фотоловушек и непосредственных исследований ученые выяснили, что в Чернобыле и Припяти обитает множество разных животных – от волков, енотов, лошадей и оленей, до зубров и даже медведей. Они чувствуют себя хорошо и, судя по всему, будут чувствовать себя еще лучше в дальнейшем. Без активного участия людей в их жизни и без присутствия большого числа людей в их местах обитания, им становится комфортнее с каждым годом. А на этом все. Напишите в комментариях, хотели бы вы отправиться в Чернобыль, а также ставьте лайк и подписывайтесь.